Итак, давайте пойдем дальше и переключим наше внимание со свинцово-кислотных аккумуляторов на следующий тип аккумуляторов, которые присутствуют в таких сравнениях. Это никель-кадмиевые, никель-железные, никель-металлогендридные аккумуляторы. Итак, давайте начнем с никель-кадмиевых аккумуляторов, которые выглядел какое-то время как реальный претендент для замены свинцово-кислотных аккумуляторов. Изопретен он был, можно сказать, в 1899 году. Вальдемар Юнгнер нашел данное соединение и стал использовать для создания химических источников тока. Суть была достаточно простая. Мы используем кадмий в качестве отрицательного углерода на положительном углероде, никель, гидрооксид. И в качестве электролита используется калио-Н, гидрооксид калия, щелочной электролит. При этом сам электролит в реакции уже не участвует, но участвует вода. И общая реакция выглядит как никель-оксигидроксид, добавляя и кадмий. С участием воды образуется гидрооксид никеля и гидрооксид калия. Запоминать эту реакцию не имеет большого смысла. Единственное, надо обратить внимание, что на том же отрицательном электроде кадмий у нас принимает 2 гидрооксид-иона. И, соответственно, при этом освобождает 2 электрона. И то, что напряжение данной ячейки у нас составляет всего лишь 1,2 вольта. Это на самом деле недостаток. По сравнению с 2 вольтами свинцово-кисловных аккумуляторов. А напряжение – это у нас электродвижущая сила. То есть это та сила, которая накопленный заряд заставляет решать работу. Но при этом, когда мы говорим про накопленную удельную энергию, то мы должны учитывать, что самое негативное влияние на маленькую удельную энергию свинцово-кисловных аккумуляторов оказывал тот факт, что сама электрохимическая ячейка работает с использованием свинца. А у свинца высокая малярная масса. В случае с никель-кадмием и аккумуляторами все проще. Кадмия практически в 2 раза легче, чем свинец. А никель в 3-4 раза легче, чем свинец. И, соответственно, когда рассчитываются удельные емкости, скажем, не теоретически, а сразу, скажем, перейдем к практическим, то в свинцово-кислотном аккумуляторе, как мы говорили, можно оценить порядка как 30-50 ватт-час на килограмм. А в никель-кадмиевых аккумуляторах, опять же, оценить можно как 40-80, то есть практически в 2 раза больше удельная энергия данной электрохимической ячейки. Также, если сравнить другие параметры, то цена у свинцово-кисловных аккумуляторов, конечно, меньше за счет более высокой массовости. Циклируемость больше получалась у никель-кадмиевых, так же, как и мощности более высокая. Мощность более высокие токи можно было получать на никель-кадмиевых. И безопасность, она была примерно одинаковая, умеренная, если не учитывать токсичность. Потому что если мы начинаем учитывать токсичность, то да, свинец он токсичен. Но кадмий и его производные, они существенно более токсичны. И, по сути, скажем так, это было главным недостатком данного типа аккумуляторов. Но если уж, скажем, упоминать все недостатки, то следует сказать, кроме токсичности кадмия, достаточно высокий саморазряд у данных аккумуляторов, и также так называемый эффект памяти. И здесь получается как бы такая неконсмыслирование. У никель-кадмиевых аккумуляторов эффект памяти проявляется в том, что необходимо аккумуляторы разряжать полностью. Если вы их разрядили не полностью, а потом зарядили, то в следующий раз вам будет доступна та часть энергии, которую вы использовали в предыдущий раз. То здесь получается, если свинцово-кислотные аккумуляторы не любят, когда их разряжают полностью, их лучше разряжать не до конца, маленькая глубина разряд, то никель-кадмиевые, наоборот, им необходимо для сохранения циклируемости, чтобы их и сохранение емкости, чтобы их разряжали в ноль полностью и потом заряжали снова. То есть вот такие недостатки. Ну и получается, что самый главный недостаток, поэтому, естественно, это все-таки было наличие кадмия. Ну и дальше возник вопрос, что еще можно использовать? Может быть, кадмий можно чем-то заменить? На самом деле можно заменить. Можно кадмий заменить сощественно как бы совсем нетоксичным и очень распространенным материалом железа. Более того, Вальдемар Юнгнер, он когда проводил свои исследования, он рассматривал не только кадмия как материал никель-кадмиевый, но и никель-железные ячейки тоже. Поскольку тогда токсичности кадмия было неизвестно, а параметры у никель-кадмиевых аккумуляторов были получше, то, соответственно, как бы он сфокусировался именно на никель-кадмиевых. Но, тем не менее, два года после запретения никель-кадмиевых аккумуляторов в 1901 году по другую сторону Атлантики Томас Эдисон, наверное, независимо от Вальдемара Юнгнера, запатентовал никель-железные аккумуляторы и, собственно говоря, приложил определенные усилия для распространения такого типа аккумуляторов. И когда мы говорили, например, в самых первых лекциях, что можно было производить апгрейд свинцово-кислотных на более современные аккумуляторы, это как раз решила речь именно о вот таких никель-железных аккумуляторах. Ну, если сравнивать уже не никель-кадмиевые, а никель-железные, которые чуть хуже никель-кадмиевых, но, тем не менее, у них и емкость была более высокая, чем у свинцово-кислотных. Да, цена была поначалу более большая, но это вопрос решаемый, потому что, по своей сути, железо и никель – не самые дорогие материалы. Была достигнута, достигалась более высокая мощность, более высокая циклируемость, безопасность, ну, условно говоря, она была примерно на одном же уровне, но токсичность никель-железных аккумуляторов была ниже, чем у свинцово-кислотных. Ну и почему, соответственно говоря, они не получили свое развитие? Во-первых, у них также был достаточно высокий заметный саморазряд, это первый недостаток. Ну и второе, то, что у них была очень маленькая эффективность накопления заряда, то есть вы тратите много энергии, а потом при разряде получаете лишь малую часть этой самой энергии. С одной стороны, широкого распространения никель-железные аккумуляторы не получили, но, с другой стороны, они достаточно активно использовались на железных дорогах, в тех же самых грузоподъемниках и для устройств резервного питания. В принципе, свою нишу, пускай и маленькую, никель-железные аккумуляторы, тем не менее, нашли. И в качестве демонстрации того, вот скажем так, что у никель-железных аккумуляторов есть существенное преимущество, можно посмотреть, например, на вот такую машину, она произведена в 1912 году, она в себе содержала как раз никель-железный аккумулятор, и вот эта машина спокойно ездила до середины 20 века, потом стояла в гараже, и в конце 20 века, когда ее достали, аккумулятор продолжал работать себе вполне хорошо. Да, он, скажем, накапливал не всю ту энергию, которая тратилась на его зарядку, но, тем не менее, он работал вполне нормально, вполне хорошо. То есть технология, она имела какие-то перспективы, но недостатки все перевесили. Естественно, дальше технология развивалась, искали, а чем еще можно заменить, если кадмий не очень хорошо подходит к токсичности, если железо является неидеальным вариантом, то чем можно заменить. Ибо на 1967 году в лаборатории в Швейцарии, в исследовательском центре в Швейцарии, при поддержке Даймер и Вольфсваген, был предложен новый тип аккумуляторов, так называемый никель-металлогидридный, где кадмий заменялся на металлогидридные сплавы. Вдаваться в детали, мне кажется, большого смысла не имеет. Если посмотреть, вспомнить химические реакции для никель-кадмьевых аккумуляторов, мы просто убираем реакцию на отрицательном электродном материале, где у нас присутствовал кадмий, ну и соответственно общую реакцию, и меняем на другую. В этой реакции металлогидрид принимает оксигидрид, а не он, выпускает при этом один электрон, и, соответственно, формируется вот, собственно говоря, этот металл и вода. Здесь вдаваться подробностей, мне кажется, большого смысла нет. Единственное, что может быть упомянуть, какие материалы вообще могли бы использоваться. Они в целом чаще всего описываются двумя формулами. Либо общий такой усредненно АВ5, где под А может быть использованы, предположим, лантан, церинь, неодим, празиадим, а под Б никель, кобальт, марганец, и, скажем, с возможным участием алюминия. Составы могут быть разные. Например, это может быть в более простом виде, как лантан, никель 5, так и более сложные соединения. Также есть и более простая формула АВ2. Самый простой представитель такой формулы – это титан-никель 2. Но, тем не менее, мы, скажем так, большого значения придавать здесь не будем. Перейдем сразу к характеристикам, сравнениям. По сравнению с никель-канмиоаккумуляторами, никель-металл-гидридные имели два существенных преимущества. Первый – заметно более высокую емкость и меньшую токсичность, естественно. Цена, ну, предположим, будем считать, что примерно одинаковая. Мощность и циклируемость у никель-металл-гидридных аккумуляторов была более низкая, но, тем не менее, за счет более высокой емкости они получили определенное распространение. Какие недостатки, существенные недостатки были у никель-металл-гидридных аккумуляторов? Один из главных недостатков – это высокий саморазряд. Если для никеля-кадмиоаккумулятора за месяц теряет порядка 10% своего заряда, никель-железный больше, скажем, 20-30%, то для никеля-металл-гидридного аккумулятора поначалу потеря емкости оставляла до 50% в месяц, то есть существенные потери. Да, со временем данная проблема была решена. И сейчас вы можете спокойно приобрести никель-металл-гидридные аккумуляторы с аббревиатурой LSD, Low Self-Dischach, то есть аккумуляторы с маленьким саморазрядом. У них саморазряд в месяц составляет 1,5%, порядка процентов в год, и 10% в год, и 30% за 5 лет, то есть саморазряд маленький. Но, тем не менее, говоря про, скажем, пояс, можно сказать, уже ушел, и никель-металл-гидридные аккумуляторы, несмотря на то, что это был достаточно хороший, такой популярный перспективный вид аккумуляторов, распространение не получил. В качестве демонстрации вот такой грустной истории и демонстрации того, как экономика и политика какие-то такие, скажем так, вопросы бизнеса могут влиять на науку, можно повести историю Стэна Овшински. Стэн Овшински занимался достаточно долго как раз некими металл-гидридными аккумуляторами, в чем-то его карьера была похожа, пересекалась скорее от Тома Эдисона. Он был автором большого количества изобретений в информатике, в энергетике, для транспорта, и он потрачил существенную часть своей жизни как раз для разработки неких металл-гидридных аккумуляторов, для создания аккумуляторов, которые подходят именно для электрического транспорта. Но, к сожалению, в качестве предпринимателя он был чуть менее успешен, чем в качестве ученого и изобретателя. В 1982 году он основал свою компанию «Авоник», которая занималась разработкой и производством аккумуляторов. Некоторое время спустя, в 1990 году, очень вовремя для компании, если вы помните, California Resource Bot, комиссия по контролю за качеством воздуха в Калифорнии, вводит так называемый Zero Mission Mandat. Ну и вроде бы все хорошо, в 1990 год появляется спрос на такие устройства накопления энергии для использования их как раз в автомобилях. И через 4 года General Motors покупает контрольный пакет акций «Авоник» и преобразует это в GM «Авоник». И вроде бы хорошо, еще 2 года спустя начинается производство полностью электрической машины и V1 производства компании General Motors. И вроде бы все хорошо, но на самом деле не так. Спустя 4 года, в 2000 году, General Motors продает долю GM «Авоник» с «Тексака», становится «Тексака Авоник». Потом дальше «Тексака» покупается, «Тексака» это крупная нефтяная компания, ее покупает другая крупная нефтяная компания «Шеврон». И в этом же году General Motors прекращает производство электромобилей совсем. Более того, в дальнейшем, на самом деле, этот актив был продан. В 2003 году «Тексака Авоник Бэттери» преобразуется в «Кабасис», но при этом «Шеврон» сохраняет право вето на любую продажу и лицензирование данных технологий. То есть что получается? Крупная нефтяная компания получает контроль за конкурирующие технологии и создает ряд условий, чтобы данная технология не получила массовое распространение. Вы можете почитать более подробную версию данных пертурбаций. Подположим, на Википедии есть соответствующий раздел, он, к сожалению, только на английском языке. В принципе, на самом деле, нельзя сказать, что данная технология не получила распространение. Это всего лишь один из примеров, как высокие технологии, хорошие решения могут не получить развитие, если рынок к этому не готов. На самом деле, настоящий момент, «Кабасис» является вполне такой хорошей компанией, которая популяризует данное направление. Сейчас оно принадлежит совместно Samsung SDI и Robert Bosch Company, те компании, которые являются очень активными сторонниками продвижения, увеличения доли химических источников тока в мире. И на самом деле, не только «Кабасис» этим занимался, а также очень явоким таким представителем, кто развивал данное направление, является компания «Тойота». Аккумуляторы для «Приуса» и других машин, которые стали таким символом зеленых машин, гибридов, производятся компанией «Промьёв». «Промьёв» некоторое время назад принадлежала «Панасоник», но «Панасоник» продал эту компанию «Тойота» и сам переключился на литий-ионные аккумуляторы. «Тойота» долгое время как раз производила аккумуляторы, некие металлогидридные аккумуляторы для «Приусов» и других видов гибридного транспорта. И в принципе этот процесс был успешный. Но уже сейчас даже вот эта компания, которая делает фокус на никель-металлогидридной технологии, заявляет о том, что сейчас она свой фокус меняет на литий-ионные аккумуляторы. Ну и нам ничего не остаётся, кроме как тоже перейти от никель-кадмиловых, никель-железных и никель-металлогидридных аккумуляторов к литий-ионным.